Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который задаёт пользователь по имени Соня. Ну, это не вопрос, в данном случае это больше просто рассказ небольшой, без вопроса. Но, тем не менее, какую-то обратную связь человек вероятно хочет получить. Итак, встречались с мужчиной год. Это больше было похоже на гостевые отношения. Пришёл, ушёл, потом стал задавать странные вопросы, в один из дней просто заблокировал. Я работал с экспертом по поводу данного мужчины, так как меня не отпускало чувство незавершённости. В итоге он вернулся на время. Общения по сети, встречи не было. Потом снова блокируют и исчезают. Я занялась собой, прошёл несколько духовных практик, много книг прочитала, занималась йогой и медитациями. Наконец-то приняла свой урок рядом с этим мужчиной и приняла его всецело. Но через время мы просто случайно встречаемся на улице. Удивительно, сколько раз она проходила именно в один из дней. Мы просто прошли мимо друг друга и мужчина стал странно реагировать, оборачиваться, закрываться, наверное. Через некоторое время на меня добавляют вообще мессенджеры, хотя номер телефона я сменил, а решил рубить и крубить, писать не пишут. Заблокировал его везде, но мне кажется, что это непроработанная обида или желание закрыться. Странно, ведь с другой стороны иногда захожу на странички его знакомых в соцсетях, но разблокировать его не хочу. Такой вопрос у нас возник. В первую очередь, пожалуй, нужно отметить некоторую потерянность, некоторую неопределенность в вопросе. Вот, некоторую такую как будто бы расплывчатость, да? Это первое. Второе. Здесь у нас, судя по всему, страх сближения. То есть, реакция человека на отношения, приемлемость для автора вопроса гостевого формата отношений, который указывает на, ну вот, в какой-то степени, с ее стороны. Также, вот, некоторые, ну, указывает на наличие, также некоторого страха близости. И, конечно же, как следствие, да, как некий такой вот результат, это, вероятно, проблемы с личными границами. Вот. То есть, человеку, он довольно сложно, как мне кажется, как мне показалось, отстаивать свои личные границы. Ну, вот, в данном случае, вероятно, речь идет именно об этом. И, конечно же, есть определенные потребности у автора вопроса, у Сони, да? Вот. И, соответственно, в первую очередь здесь нужно исследовать, с каким посылом вы изначально подходите к отношению. Вот. То есть, что это за посыл, какого рода это посыл, чего вы хотите, да, от отношений и так далее. Второе, это, конечно же, то общее, что между вами есть, то общее по поводу, по поводу чего вы выстраиваете, а, ну, отношения, да? То есть, тот фундамент на основе, которого вы выстраиваете отношения. Очень важно, да? Следующий момент. Обида. Если обида присутствует, то, конечно, с ней нужно работать. Потому что, ну, сама она, так вот, просто, вероятно, не уйдет, сама, сама она, вот, так, ну, сама она просто не исчезнет, там, обида. Вот. К сожалению. И, на мой взгляд, нужно с этим работать, да, потому что, ну, в основе обид, в основе обид лежит. Лежит некоторая такая внутренняя неуверенность, уязвимость, я бы даже сказал человека, то есть, ну, вот, лично вы, да, уязвимость здесь получается. Вот. И нужно с этой уязвимостью работать. Вы пишите о том, что работали со специалистом, вы пишите о том, что, ну, была какая-то работа проведена, но, вот, как-то вот, на мой взгляд, да, не совсем, что ли, понятно, что это, во-первых, была работа, а, во-вторых, какой у этой работы был эффект. Потому что, а, совершенно очевидно, что, ну, отношения вы, как бы, не отпустили, да, совершенно очевидно, что вас это еще приводит и вас это еще волнует. И, в общем-то, человек вызывает у вас какие-то эмоции, какие-то чувства, что само по себе не является чем-то плохим, является, скорее, нормальным. Но, на мой взгляд, здесь нужно понимать, что это за чувства, да, что это за эмоции, что это за желания. То есть, все-таки, вот, в данном случае, то, что вы описываете, связано, скорее всего, с вашими, именно, потребностями, которые вы пытаетесь реализовать, которые вы пытаетесь как-то удовлетворить. Это, повторюсь, нормально. Но, важно, важны, важны не сами потребности, которые, в целом, абсолютно, как бы, естественны для каждого. А важно то, на мой взгляд, как вы их удовлетворяете, вот. Важны и ваши собственные проблемы. То есть, у меня сложилось такое ощущение, например, что вы с мужчиной, вот, встреча, ну, вот, взаимодействуете, да, с определенной такой задачей, либо, там, что-то себе доказать. Например, вы хотите, вот, либо вы хотите что-то компенсировать в этом смысле. И, когда, грубо говоря, это не получается, да, то есть, когда у вас не выходит, ну, вот, компенсировать то, что вы хотите, то начинается какой-то негатив. То есть, словно говоря, мужчина, который вас заблокировал, да, и, собственно, почему, почему, вот, откуда появляется вот это чувство, да, чувство, там, ну, незавершенности какой-то. Это вот как раз история про то, что вас этот, вас этот, ну, как бы, травмирует. Вот, что значит, ну, что значит травмирует, да, то есть, вот, как это травмирует, это значит, что он попадает в ту зону, попадает в ту часть вашей личности, где вы уязвим. И, к сожалению, работает это, как правило, таким образом, что именно попадаем мы, ну, в отношениях мы попадаем именно теми местами, которые наиболее уязвимы для нас, вот, и, соответственно, дело не в том, чтобы не быть, например, уязвимым, да, а дело в том, чтобы конструктивно обращаться с этой уязвимостью, вот, чтобы, с одной стороны, принимать, вот, в себе что-то, с другой стороны, проживать это, ну, вот, с третьей стороны, с третьей стороны, чтобы выращать и размещать, вот, скажем так, некоторые свои чувства, не менее важным моментом является возможность заметить какое-то чувство, да, которое обычно вы не замечаете, и постараться это чувство, да, как, ну, разместить, то есть выразить его, вот. Сейчас, не желая разблокировать человека, вы, конечно же, в определенной степени совершаете бегство, бегство от самой себя, в этом смысле. И важно увидеть, от чего конкретно вы бежите, вот, от чего в себе вы бежите, в чем вы, вот, ну, в себе, в себе не сталкиваетесь, в чем вы, вот, в себе, в себе, боитесь, вот, столкнуться, так скажем, вот. Это, на мой взгляд, очень-очень важный момент, потому что, в том числе, благодаря этому моменту, вы, вот, ощущаете себя такой вот, не цельный и, ну, зависимый, что ли, в какой-то степени от человека. Вот, поэтому, на мой взгляд, наша задача заключается именно, вот, в проработке вот этих аспектов, на которые я обратил ваше внимание, да. Понятно, что могут быть и другие моменты, понятно, что могут быть и другие аспекты, например, аспект вашего прошлого опыта отношений, аспект вашего взаимодействия с мужчинами, ну, с мужчинами, да, до происшествия, вот, ну, до данного происшествия. Это все имеет большое значение, и сейчас, не зная этого, нам, конечно, довольно сложно что-то вам рекомендовать, тем более, что вы говорите, что опыт работы с коллегами, да, у вас уже есть. И, соответственно, вы, ну, вы почему-то закончили работу, вы посчитали, что, видимо, проблема решена, вот, она не решена, получается, полностью, ну, вот, как мы можем видеть, видеть, и, соответственно, что что-то все равно еще болит. Вот, наконец, последнее, да, попробуйте подумать, вот, о чем я задам немного такой, может быть, странный вопрос, но он достаточно важный для понимания вашей ситуации в целом. Вопрос звучит так. Чем, чем вам может быть выгодна эта история, эта ситуация, чем она вам может быть именно выгодна, что вы можете от этого получать, да? Вот, пусть вам не кажется это странным вопросом, хотя вы можете так подумать, вы можете так пощипать, вот, это на самом деле вопрос вторичной выгоды. Вот, вопрос вторичной выгоды является важным всегда, и, соответственно, с ним приходится довольно часто сталкиваться, когда человек находится в ситуации вроде бы во всех отношениях для себя неприятной, но, тем не менее, он остается в этой ситуации, тем не менее, он не выходит от меня, тем не менее, он тянется к этой ситуации, и вы, вот, как раз, там, грубо говоря, посещая страничку знакомых, и, в общем-то, воспринимая как-то ваши встречи, вот, вы продолжаете оставаться в этой ситуации, и важно понять, для чего, что вы от этого получаете. Возможно, таким образом, таким способом вы, сами того не осознавая, подтверждаете, например, то, что вы можете быть недостойной, ну, вот, мужчины, да, недостойной, там, отношений, и так далее. Вполне может быть такой аспект, хотя это нужно подтвердить. Да, ну, то есть, нужно убедиться в этом, что это действительно так, потому что, может быть, все совсем иначе. То есть, я хочу, чтобы вы поняли, что ситуация требует своего исследования, ситуация требует своего внимания, а вам требуется, очевидно, хотя бы прожить, или, может быть, допрожить ваше чувство и эмоции в этом состоянии, потому что очевидно, что сейчас, на данный момент, вы их сдерживаете. К моему большому сожалению, что не есть хорошо для вас. Вот. Поэтому я бы, вот, ну, наверное, такой бы ответ вам сейчас в качестве обратной связи бы предложил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.